Впервые в Казахстане прошел первый международный фестиваль Улытау-Камызе. Гости мероприятия смогли окунуться в самобытную культуру кочевников. Они также посетили уникальные мастер-классы отечественных ремесленников и попробовали деликатесы кочевой кухни. Пятый сезон этнофестиваля «Тересаканская весна» состоялся в Национальном историко-культурном и природном заповеднике музея Улытау. На этот раз тематика фестиваля называется «Улытау-Камызе». В программу проведения фестиваля вошли национальные традиции казахского народа. Обряд «Бе-Байлау», «Камыз-Мурындых», «Стрельба из лука» и «Метание копья». Также участники мероприятия посетили мастер-классы по различным ремеслам, а также по изготовлению национального напитка кумыса в современном обществе. Фестиваль приурочен к международной специализированной выставке «Экспо-2017». Сюда приехали гости из Европы. Помимо мастер-классов и выставок, гостей угостили деликатесами кочевой кухни. Сельчане провели самые красивые степные обряды, связанные с лошадью. Дайрюс Нормонтас с семьей приехал на «Экспо» из Литвы. От увиденного остался под большим впечатлением. Особенно понравилась казахская национальная кухня, признался мужчина. Мы счастливы за то, что здесь чистая природа и общительные люди, и все так очень хорошо настраивают. Настолько много информации, что что-то выделить одно, очень-очень трудно. На фестивале проводились различные конкурсы и состязания. Один из них называется «Бия-Кумыс», где участник должен выпить как можно больше кумыса. Также были соревнования по поеданию вареного мяса. Кто больше съест, тот считается победителем. На мероприятиях гостей больше впечатлила женская борьба, которая на фестивале проводится впервые. Победителям вручали денежные призы. Кинжигуль Бимагамбетова рассказала гостям, как нужно готовить кумыс и чем он полезен. По словам женщины, это целебный напиток. Кумыс лечит 90% болезней. Надо сказать, что кобыле молоко собирать гораздо сложнее, чем коровье или козье. Кобылу доят 4-6 раз в день. И делать это надо очень быстро. У доярки не больше полминуты на то, чтобы собрать молоко. Одна кобыла в день дает около 5 литров молока. Потом молоко переливают в чистую деревянную колоду, чтобы избавиться от лишних запахов. Добавляют закваску из старого кумыса и начинают вымешивать. В течение часа при температуре 18-20 градусов Цельсия. После вымешивания разливают по чистым стеклянным бутылкам и оставляют. Мероприятие в Улутаусском районе посетили гости из зарубежных стран, а также представители Министерства культуры и спорта. Этнофестиваль «Тересаканская весна» – явление уникальное, считают организаторы. По их мнению, только в селе Тересакан сохранились древние праздничные обряды казахских коневодов. Андрей Тенажар Гибаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.